Здесь всегда витает в воздухе атмосфера 19 века. Но сегодня усадьба Середнякова, где провел свои юные годы поэт Лермонтов, стала еще ближе к исторической эпохе. По парку курсируют карета, запряженная двойкой, прогуливаются актеры в старинных нарядах, театрализованный быт и антураж позапрошлого века в подмосковной усадьбе приурочили к знаковому событию, торжественному приему и чествованию горожан в преддверии Дня города. На торжественном мероприятии учителя, врачи, сотрудники градообразующих предприятий и муниципальных организаций, депутаты, представители общественности и предприниматели. Перед началом торжества собравшихся приветствует глава химок Дмитрий Волошин. У нас много интересных проектов, много планов по развитию и благоустройству центральной части новых территорий. Именно тем, кто способствует развитию и благоустройству округа, традиционно посвящен ежегодный прием ко Дню города. На сцену поднимались химчане, которые отвечают за физическое воспитание подрастающего поколения и их культурное развитие, обеспечивают бесперебойные движения общественного транспорта, разрабатывают космические аппараты и конструируют приборы оборонного значения, а также создают медицинские препараты. Все они получили благодарственные письма от губернатора Подмосковья. Спасибо за ваш труд, за то, что вы так хорошо делаете свою работу и мы действительно гордимся тем, что мы все вместе от нахимчане. Такое событие объединяет. Мы вместе, мы вместе идем вперед. 84 года за спиной для нашего города это небольшой путь и я уверен, что также дальше вместе мы будем развивать наш город, делать его комфортней для нашего проживания. За заслуги перед системой, образование и округом в целом, в этом году звание почетного жителя Химок получила учитель физики Людмила Кациев. На ее счету сотни медалистов и призеров. За 48 лет работы в лицее номер 11 Людмила Еликовна успела поработать завучем и директором. Вместе с коллегами внедрила в учебный процесс новшества, разрабатывала уникальные программы и методы обучения младших и старших классов. Я счастлива, что пал выбор на мою кандидатуру, но есть очень достойные люди, которые тоже являются, ну пусть без звания, но достойно несут свою вахту, созидательный труд, профессионалы великие и прославляют образование Химок. Дмитрий Волошин поблагодарил гостей за вклад в развитие его округа. Успех Химок формируют люди. Мы с вами и те, кто сегодня не смог принять участие в нашем мероприятии, но вносят свой посильный вклад в его развитие. Я желаю всем нам счастья, любви и процветания нашему родному городу. Днем рождения, любимые Химки. Только вперед! Традиционно торжество сопровождалось ярким представлением. На сцену артисты выходили в русских народных нарядах, а также танцевали в костюмах 19 века под известные композиции мировой классической музыки. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Алексей Юртаев. Новости Химки ТВ.